Здравствуйте, дорогие зрители моего канала! С вами Анастасия, художница из Швейцарии. Поговорить я с вами хотела сегодня о галереях, и не только про онлайн-галереи, но также и про обычные физические галереи. И не просто так, а речь сегодня пойдет о таких вот разных предложениях, которые художники часто получают через электронные письма, и очень часто это оказывается какое-то мошенничество, ну или может быть не совсем прямое мошенничество, но что-то явно, где художник может понести финансовые потери. И вот в середине этого ролика я вам покажу один из способов проверки, как можно проверить онлайн-галерею, стоит ли вообще с ней сотрудничать. Это я покажу вам технически на компьютере, в специальных программках. Если вам интересно, пожалуйста, поставьте лайк прямо сейчас, чтобы помочь моему каналу. Конечно, не забудьте подписаться. Я очень рада, что количество подписчиков растет. Значит, вам все-таки интересно то, что я рассказываю. Так вот, давайте расскажу сначала про свой опыт. Ну, в общем-то, я старалась сотрудничать, если это онлайн-галерея, все-таки с такими, про которые я уже слышала хорошие отзывы, да, то есть действительно какие-то солидные галереи, которые существуют не первый день. Но я знаю, например, через социальные сети сейчас получают, тоже появилось вдруг много каких-то новых онлайн-галерей, у которых, на самом деле, в Инстаграме, например, да, очень много подписчиков, и выглядит как-то все очень даже заманчиво. Такие галереи начинают активно рассылать приглашения, или в Директ, или там на электронную почту, вот. И художники, как правило, глядя на такой раскрученный аккаунт в Инстаграм, в общем-то, ведутся на такое дело, да, и очень часто отличительная черта тоже таких галерей, то, что, как правило, там еще платное участие, ну, может быть, не очень большая плата какая-то, да, например, там 20 долларов, например, годовой взнос, да, ну, вот какие-то такие небольшие суммы, кажется, что вполне приемлемые, хотя я вот тут встречала варианты в районе 150, по-моему, долларов, да, за участие, тоже вот такой был случай, меня спросили, стоит ли участвовать, вообще взаимодействовать с такой галереей, мне название ни о чем не говорило, и хорошо, что я смогла просто пойти и проверить ее по своим программкам, которые мне знакомы, и посмотрела, что, в общем, на этой галерее делать нечего. Вот, вот такой вот интересный опыт, потом еще касательно физических галерей, здесь немножко ситуация обстоит по-другому, да, мы тоже часто получаем приглашения на разные варианты сотрудничества, да, с галереей, то есть это, как правило, галерея предлагает купить какое-то выставочное место, то есть это либо в самой галереи, либо они вас везут даже на какую-то известную мировую ярмарку, выставку, да, или куда-то еще в другую галерея, здесь, конечно, уже каждый художник решает сам, но, конечно, имеет смысл всегда посмотреть, что, в общем-то, входит, какой пакет услуг, так сказать, предоставляет галерея, да, то есть посмотреть уже опыт предыдущих выставок, то есть есть ли достаточно фотоматериал на эту тему, да, конечно, хорошо бы узнать, были ли продажи, но, как правило, вам никто, конечно, не ответит, да, на такой вопрос прямо поставленный, потому что еще даже бывает такой трюк делает галерея, я сама с этим столкнулась, например, картина была продана вообще совершенно через другие каналы, вот, но поскольку она, например, в этот момент находилась на выставке еще и в галереи или как-то, да, то есть, ну, не во время вот выставки, да, когда, скажем так, на контракте с галереей, то они именно во время выставки объявляют, что картина продана, и выглядит все это так, как будто бы продажа случилась благодаря вот этой выставке, хотя на самом деле это не так, то есть таких вещей очень много, и, конечно, я рекомендую, как я обычно поступаю, я смотрю за теми художниками, с которыми сотрудничает галерея, то есть вот кто выставлялся ранее с ними, и стараюсь наблюдать вообще, как картины продаются, в принципе, да, или художник уже пять лет вот эти картины выставляет, и, как правило, еще в одной и той же галерее. У меня тоже был опыт сотрудничества с такой вот физической галереей, одной, на самом деле, галерею организовывали итальянцы, но она располагается физически в Испании. Я тоже стала с ней сотрудничать только потому, что я знала других художников, которые работали с этой галереей, то есть я наблюдала, в общем-то, да, какая была подача про выставки, да, то есть, по сути, когда мы делаем выставку, да, что мы хотим? Ну, в первую очередь, конечно, художник хочет продажу, но надо все-таки быть реалистом, и, может быть, даже лучше пессимистом в такой ситуации, и смотреть именно с этой перспективы, что если я ничего не продам, нужна мне эта выставка или нет? И вот тогда как раз ответ правильный и возникает. То есть, может получиться так, что да, человек подумает, мне эта выставка все равно нужна, я понимаю, что я ничего там, скорее всего, не продам, шанс очень маленький, но при этом я получу хороший фотоматериал, возможно, я заведу какие-то интересные знакомства, да, получу какие-то интересные контакты. Если я смогу лично присутствовать на этой выставке, я увижу реакцию, да, то есть какой-то фидбэк от зрителей получу, возможно, от каких-то специалистов, да, кураторов, которые будут на этой выставке. То есть, в общем, причины могут быть, даже несмотря на то, что продаж, например, да, скорее всего, не будет. Ну, сейчас я касаюсь таких выставок, как всякие арт-фэр, да, вот такие вот ярмарки известные, мировые, и мне тоже очень хотелось участвовать в подобном мероприятии, и тогда вот в начале 2019 года мне как раз удалось, то есть я получала предложение о сотрудничестве с одной галереей, и, собственно, попала в Инсбрук на вот такую вот арт-фэр. Очень интересный тоже опыт, на самом деле, действительно, вот и отзывы, и фотоматериал, то есть, по сути, что еще ценно, да, с таких выставок, это именно вот это все освещение вот этого мероприятия, да, вот этот вот инфоповод, информационный повод. То есть смотрите, насколько хорошо галерея освещает данные мероприятия, имеет ли смысл вкладывать в это деньги. Расценки на подобные выставки, они примерно всегда одинаковые, то есть зависит от количества работ, да, то есть это там погонный метр, ну, как правило, метр или два метра, да, ну, на вот таких небольших, да, если это небольшая какая-то галерея снимает там помещение, то это, как правило, один метр, да, вот можно, можно одним метром. Например, я еще была в Цюрихе на выставке Большого Экспо, там надо было уже два метра снимать минимально. Вот, такие вот, такая вот информация, я не знаю, насколько это вам интересно, так вот, все было бы ничего, да, и выставка это хорошо, когда человек сам принимает решение, и действительно все происходит по контракту, как договорились, ну, вот этот год, да, 20-й, он внес такие вот трудности и сбил, в общем-то, все планы и художников, и галеристов, и поэтому, собственно, все, что было запланировано, практически все отменилось или перенеслось куда-то, да, на неизвестные сроки, то есть, возможно, какое-то было исключение там летом, да, еще смогли какие-то выставки пройти, но, в принципе, в общем-то, художники остались без выставок. Такой вот грустный момент. И сейчас, что происходит сейчас, все равно многие галереи продолжают настаивать и присылать вот такие вот приглашения, что уже даже начинают, ну, вот, действительно, на самом деле раздражать, потому что ты понимаешь, что, например, в январе, ну, вероятность 90%, что не будет никакой выставки, а они при этом настойчиво пишут, да, требуют там, ну, требуют оплату зарезервировать место на эту выставку. То есть, такое вот уже настойчивое поведение галерей, честно говоря, ну, не стоит на это покупаться. Я знаю, что многие художники в надежде, да, вот этот получить шанс выставиться там, я не знаю, в Париже там, да, или еще где-то, то есть, вот эти громкие там названия городов, громкие названия известных выставок, и, в общем-то, хватаются за такие вот шансы. Но сейчас я бы посоветовала все-таки вообще не вблизать в подобные аренды, не надеяться ни на какой январь, февраль, потому что ситуация вообще совершенно не ясна, что будет, и мы вообще, да, то есть находимся, на самом деле, в полном невидении. То есть, мой совет сейчас с физическими галереями, вот такие вот крупные выставки, даже, ну, не подписываться в подобные договора. Вот, а по поводу онлайн-галереи я вам покажу сейчас, как можно проверить, стоит ли сотрудничать с данной галереей или нет. То есть, такие предложения, как правило, поступают от якобы галереи из социальных сетей, вот, и выглядит все очень иногда заманчиво, то есть, даже сайты этих галерей может на первый взгляд показаться, что все очень профессионально упоминается, там, инвестиции в искусстве и чуть ли не сотбисы и все, что только может быть, да, и ты уже чувствуешь прямо себя таким, что вот, наконец-то меня открыли. Но стоит все-таки заглянуть в некоторые технические такие вот программки и просто элементарно проверить базовые вещи. Вот, сейчас я вам это покажу. Показать вам простейшие методы анализа работы онлайн-галереи, то есть, как можно проверить, стоит ли сотрудничать с онлайн-галереей. Хочу я это рассмотреть на примере двух галерей. Первая такая достаточно известная ArtPal называется, а вторая одна из галерей, из итальянских галерей, которую я нашла в Инстаграм, которая сейчас активно тоже набирает художников для сотрудничества. Итак, существует несколько инструментов. Я, конечно, скажу сразу, я не являюсь каким-то там суперспециалистом, да, по вот именно таким трафикам интернета и прочее. То есть, я, для меня это чисто прикладное. И я просто подобрала для себя несколько инструментов, с которыми я могу работать. Вот один из таких инструментов, например, русскоязычный, да, поэтому я показываю его в первую очередь, rankv.ru. Здесь можно ввести название сайта, которое мы хотим проверить и нажать «Анализировать». И через какое-то время получим мы некоторую информацию. Сейчас посмотрим, что у нас находится. Так, ну вот смотрите, уже тут сразу видно, что какой-то rank есть хотя бы у сайта. То есть, мы сейчас проверяем галерею ArtPal.com. То есть, все-таки по сайту есть некоторые данные. И можно даже видеть количество посетителей в день. Количество посетителей в день – 2900 посетителей. Видите? То есть, все-таки мы видим, что эта галерея посещаема. То есть, имеет смысл что-то там выставлять. Давайте посмотрим другой инструмент. Есть такой интересный инструмент, он уже англоязычный. То есть, тут уже все-таки необходимо знание языка. Ну, или какой-то переводчик, может быть, встроенный у вас есть в браузер. Называется Ubersuggest. Здесь тоже можно аналогично ввести название сайта. К сожалению, у него есть ограничения на бесплатную проверку в день запросов. Вот таких вот, по-моему, только три проверки можно сделать. Ну, все-таки это, в принципе, можно этим пользоваться, я считаю. Когда нужно что-то проверить. Вот сейчас идет эта проверка, подготавливаются нам результаты, и мы посмотрим. То есть, нас, в общем-то, интересует, есть ли посещаемость у данного сайта. Потому что какой смысл сотрудничать с онлайн-галереей, которая должна продавать картины через интернет онлайн, а у нее нет никакого трафика. То есть, это глупо. Не стоит за это платить деньги. Поэтому мы хотим вначале проверить сайты, а потом уже регистрироваться на них. Здесь проверка идет дольше, потому что они собирают еще дополнительно другие материалы. В принципе, параллельно можно как раз посмотреть вот вторую галерею. Посмотрим ее через вот этот вот русский сервис. Так, я не знаю, будет ли работать это таким образом. Если я их сейчас вверху не веду. Вот смотрите, что мы тут находим. На самом деле, по этому сайту не так много каких-то данных. Ну, то есть, зарегистрировано год назад, это ладно. Но дело в том, что он не находит, то есть, делаем на базе Wix платформы, он не находит ежедневных посещений, да, то есть, вот этого трафика. То есть, видимо, он достаточно низкий. Поэтому, поэтому его здесь и нет. Сейчас посмотрим, что нам нашла другая программка. Здесь пока все ищут. Наконец-то появились. Довольно долго шел этот запрос. Ну, все-таки мы видим. И что же интересно, здесь сразу идет, сколько в месяц посещений было за последние, да, в среднем за последние три месяца. 71 тысяча. Это вот что касательно артфау, да, вот этого вот сайта. И причем можно посмотреть, так здесь такой заметный рост октября по ноябрь. То есть, вы видите все-таки, да, то есть, это значит, что эта галерея посещаемая. Конечно, на этой галерее они позиционируют, что у них 177 тысяч художников. Вот, и посещений в месяц сейчас, да, вот 70 тысяч. Ну, то есть, если вообще на самом деле так по статистике зарегистрировано может быть столько, но активных, скорее всего, процентов 30 только, а то и меньше даже с всего этого числа. Поэтому я все-таки могу предположить, что здесь не только художники приходят. Ну, это, конечно, нам неизвестно, да, тут надо уже более детально все анализировать. Но смысл в том, что хотя бы эта галерея посещаемая, да. А теперь вот попробуем в эту программу вбить другой адрес, вот этот вот. И вот получим ли мы какие-то данные на эту галерею. Причем здесь можно искать также по стране. Ну, давайте сделаем такое предположение, что посещают ее из Италии. Италия. Вот давайте попробуем поискать вот так. Может быть, все-таки... Ну, вот смотрите, все-таки 327 посещений в месяц, да. Сейчас даже был небольшой скачок. Но надо сказать, что они проводили большую рекламную кампанию, зазывали к себе через Инстаграм. То есть вполне возможно, что это те же художники выходили, да. То есть я могу предположить, сколько здесь у них художников на сайте. Наверное, так цифры нам не покажут, но я думаю, что немало. То есть тогда, да, если посмотреть... Ну, да, тут они растут и растут. То есть художников на самом деле прилично. И вполне возможно, что вот эти 300, да, в месяц, то есть из них, ну, в лучшем случае, может быть, человек 200 – это покупатели. А скорее всего даже и нет. То есть надо же учитывать, что и сами художники заходят, смотрят свой профиль. Ну, скажем так, с таким трафиком рассчитывать на онлайн-продажи, в общем-то, да, не очень разумно. То есть если это галерея, которая предлагает продавать через их сайт, и вот такой вот трафик, да, то, наверное, все-таки там делать нечего. Вот это было бы мое такое решение. Все, что меньше тысячи, я считаю, что делать там нечего. Вот, есть еще более сложный сайт для проверки, называется Alexa. Он, кстати, да, так очень известный. И именно из этого сервиса и берутся данные. Вот, например, вот эта программа берет данные из Alexa. Но он просто дает больше информации, намного, и поэтому он может быть сложен для восприятия. Но давайте тоже здесь протестируем. Вот смотрите раздел Tools и посмотреть трафик, вот статистика. Здесь, правда, данные будут немного в другой форме. Просто хотя бы, чтобы визуально видеть отличия, да. То есть мы сразу видим, что ArtPow все-таки, да, посещается. У него есть тут и ключевые слова. В общем, вполне себе видно, что это живая платформа. Ну, данных здесь очень много, поэтому я бы сказала, что для неопытных пользователей это может все-таки, ну, несколько запутать, да. Хотя, вот, например, можно даже посмотреть страны, да, какие посещают трафик, откуда идет больше всего. Ну, видно, по крайней мере, что здесь есть, да, какое-то движение. А если мы посмотрим нашу вот предыдущую галерею, да. Вот это вот. Будет ли у нас хоть что-то. Смотрите. То есть рамк очень-очень, ну, большой. То есть, на самом деле, чем он ближе к единичке, тем лучше. То есть разница с предыдущим, конечно, огромная. Вот и видно, что вот тут, видите, количество посещений страничек в день. Ну, в общем, цифры очень-очень маленькие. И, собственно, даже больше ничего не будет. Вот так вот. Вот такие программки я хотела вам показать. Я считаю, что если речь идет о том, вы не можете решиться, мы сотрудничали с онлайн-галереей, которая вам что-то обещает, то можно проверить ее по таким вот программкам, что очень удобно. Хотя бы для первичной какой-то проверки. Вот. Это то, что я вам хотела сегодня рассказать. Большое спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!